Ну что, всем огромнейший-огромнейший привет, мои дорогие зрители, у нас сегодня с вами пустые баночки. Честно скажу, убиралась и столько пустых баночек у меня открылось, вскрылось, так скажем, да, что я сказала себе, Аня, либо ты сегодня снимаешь пустые баночки, ну, потому что у меня, честно сказать, время на это сегодня появилось, либо ты все выбрасываешь, убираешь дом, там, моешь под этими своими склянками, банками и прочей нечистью. Нужно уже просто привести все в порядок. У меня банок очень много, вот три вот таких вот коробки, представляете, три. Постараюсь показывать все по крупничку, так скажем, все самое крупное. Не знаю, что буду делать с декоративной косметикой, у меня не было времени, знаете, чтобы это все дело продумать и решить, снимать отдельный ролик, либо все вместе. Ну, давайте по порядку, да, как ляжет карта, так скажем, да. И вот у меня еще одна такая карабинция с пустыми баночками. Итак, уже давайте поехали. У меня младший ребенок спит, старший ребенок у бабушки. И насколько позволит мне сейчас младший ребенок заснять этот ролик, с учетом того, что я еще приводила себя в порядок, он уже давненько спит. Итак, девочки, закончился вот такой концентрированный стиральный порошок Фоберлик, серия Дом Фоберлик. Я такие порошки Фоберлик люблю, они не творят чудес, но они неплохо освежают ткани, особенно, знаете, новое какое-то детское белье, потом постельные комплекты, полотенца. Поэтому я брала, беру и буду брать. Но еще раз повторяю, не делайте ставки на выстирывание каких-то сложных пятен детских. Не думайте, что этот порошок выстирает вам какую-то кровь, да. Поэтому вот такое мое мнение. У меня тянется к нему рука не в той мере, я бы сказала, как она должна тянуться, да, из-за цены этого продукта, да, из-за его обещаний. Но я его беру. Муж у меня добил вот такой вот гель для души от компании Avon. Это Avon Senses. Заряд свежести с ароматом японского лимона и мускуса. Это два в одном средства и гель, и шампунь мужской. Мне нравится очень аромат этого средства. Знаете, это очень интересный, именно характерный для компании Avon аромат с акцентом на такой какой-то заграничный, зарубежный лимон. Это дорогой аромат, это богатый аромат, это игристый такой аромат. Это аромат вот а-ля аромат шампанского, что ли. Вот даже не аромат, а эффект шампанского. То есть он как бы с пузырьками, он раскрывается, он как-то бьет в нос. Я с удовольствием пользовалась этим гелем сама. У меня муж с удовольствием добивала этот гель, с учетом того, что у нас сейчас тройка идет. И муж у меня такой парень, что может мыться до трех раз в день, но потому что потеет, то траву косит, то там уберет, то около дома испачкается. Поэтому у меня такое чувство иногда складывается, что он эти гели просто выпивает. Ну это я уж так утрирую, да? Девочки, если вы не пробовали гель для душа от компании Avon, то обязательно попробуйте, они этого стоят. Они у них интересные по аромату, по консистенции, они экономичные, они бюджетные, они какие-то запоминающиеся, что ли. И я, наверное, скажу вам, что я гели для душа от Avon люблю больше, чем гели для душа от Faberlic. Поэтому факт остается фактом. Девочки, напишите, что вы думаете по этому поводу. И поэтому вот такой гель для душа, заряд свежести, Avon 2 в 1, это вот наш мастхев. И огромный объем, 500 мл, и у меня муж не любит средства 2 в 1. То есть он моется либо шампунем, голову моет, либо гелем. И он считает, что средства должны быть разными, но я, в принципе, и не давлю. Поэтому, да, с такими темпами я, наверное, вам ничего не покажу. Вот такое жидкое мыло Faberlic. Это детская серия. Жидкое мыло кошка малина с ароматом малинки. Средство концентрированное. Средство пахнет прям такой синтетической малиной. Аромат все-таки приятен. Старший ребенок пользовался с удовольствием. Младший тоже, когда я его мыла под раковиной, пытался уронить это средство. В общем, с удовольствием пользовались всем семейством. И могу сказать, что оно нам немного надоело. Несмотря на то, что расход большой, я его периодически ставила куда-то в загрома. Потом опять доставала и использовала на младшего, на старшего, на самого старшего своего ребенка. На мужа тоже использовала. Так, я опять утрирую. Девчонки, давайте немножечко улыбаться. Зачем это какая-то наигранность. Поэтому возьму. Но я все-таки жду какую-то новую линейку, что ли, детскую. И вот это жидкое мыло для рук, оно, мне кажется, более для девочек, нежели для мальчиков. Но у меня старший сын умилялся вот этой кошечке. Поэтому я тоже умилялась. Почему бы и нет. Девочки, я пересыпала вот такой вот босс в средства пятновыводитель от компании Фаберлик. Покупаю, и мне кажется, что с белыми тканями вот этот отбеливатель действительно работает, как-то освежает, что ли, белизну. Я думаю, что это из-за эффекта синьки, потому что гранулы синьки в этом средстве есть. Но это такой порошок, он бюджетный. И я его покупаю, знаете, сколько себя помню. То есть, как я только вышла замуж, это было 10 лет назад, я покупаю босс. Это бюджетно, и почему бы и нет. Лучше пользоваться чем-то, да, чтобы как-то дополнительно выбеливать вещи. Так, у нас закончился вот такой вот глейд, распылитель, японский сад. До 60 дней аромата я покупала вот этот распылитель. Помните, в пятерочке была акция, по 249 рублей стоил он, и там в подарок была вот такая вот насадка. Я на самом деле все это дело показываю в сториз, у себя в инстаграм, поэтому если не подписаны, обязательно подписывайтесь. Могу сказать, что средство понравилось, что оно не надоело, я имею в виду по аромату. И действительно такой сладкий аромат какого-то летнего сада, но вот даже ни грамульки средства не осталось, чтобы как-то вспомнить. Но я помню, что голова от него не болела, что действительно для туалета это самое оно, поэтому мы сейчас опять сидим на глейд и на эйрвик, вот такие вот распылители автоматические. И у нас распылители глейд, и я купила насадку эйрвик, она подходит. А муж говорит, что на распылитель эйрвик вот такие вот баллончики глейд не подходят. Я надеюсь, что у вас мозги не свернулись в трубочку, но в общем факт остается фактом. И у нас есть и глейд, и эйрвик, вот эти распылители, и что-то эйрвиком мы не пользуемся. Ну, в общем, зажрались. Девочки, вот такой чай я пила Хьюго Коктейль, показывала во влоге, это у нас Кёртис, действительно интересный чай, девчонки, обратите внимание, это у нас зеленый листовой с мятой, цедрой цитрусовых, лепестками цветов, ароматом лайма и цветов бузины. Очень интересный вкус, такой бодрящий, такой летний, и я его могу пить без сладости и без сахара. Что не могу сказать про вот этот чай от компании Липтон, это у нас Пинаколада, черный чай. Когда муж ему попробовал этот чай, у меня есть стакан, он говорит, блин, это что за трава, что за химия, тут еще и кокос какой-то непонятный. Аня говорит, выкинь, вообще не позорься. Но я решила вам показать, я привыкла к аромату этого чая, к его вкусовой позиции, да, химии много, да, чай как-то бьет в нос даже вот своей химией, какая-то карамельная синтетика здесь присутствует, кокос какой-то непонятный. Но по ночам гонять, когда монтирую видео, без конфет, это самое оно. Но не уверена, что возьму именно такую вариацию, чай Липтон. Ой, не знаю, что еще сказать. Пена для ванн кокосовый рай, девчонки, это у нас органик шок, покупала, когда только-только родила старшего Петю. И этому средству уже более трех лет, и как-то не тянулась рука, несмотря на то, что я люблю аромат кокоса и люблю пены для ванн. Но как-то вот, знаете, аромат приелся, он был каким-то переслащенным, и по итогу пена пролежала очень длительное время без дела. И мне кажется, она как-то вот подсушивала кожу детям, потому что если моется мать в ванной, то моются все члены семьи, я имею в виду дети. Все залазили ко мне, это стопроцентно. И в ванну добавлялось все, что можно добавлять. И у меня ребенок старший даже умудрялся добавлять мыльные пузыри, то есть выливать в ванну. Поэтому мне показалось, что средство детскую кожу подсушивает и немножечко ее раздражает. И вот поэтому, может быть, не тянулась рука. А вот те моменты, когда я сижу в ванной одна, этого практически не бывает. Поэтому добить именно на себя я эту пену не смогла. И вот как-то не полюбила ее девочки. Я добила пимолюкс, решила вам показать. Это у нас масло лаванды, сода экстра 5. Вы знаете, когда я работала на приеме в женской консультации, то у нас пользовались санитарки именно пимолюксом. То есть пимолюкс разрешен в использовании именно в медицинских учреждениях. То есть он действительно очищает, он обеззараживает, он придает свежесть. И я не могу без пимолюкса вообще в своем обиходе, в своем хозяйстве отдравить посуду, допустим, металлическую, помыть раковину, даже отмыть иногда унитаз, пимолюкс – это мое все. Поэтому, девочки, напишите, что вы думаете по этому поводу. Моя любовная любовь – это вот такая ласка. Я в последнее время просто сижу на ласке. У меня различные вариации для белого белья, для защиты ткани в такой красной упаковке. Но мне больше всего понравилась вот такая ласка, и это защита от катышек. Действительно, бюджетное средство покупала за 150 рублей в пятерочке, литровое средство. Действительно, как-то смягчает белье, даже можно не добавлять кондиционер. Хорошо справляется с пятнами, я бы так сказала. Как-то тянется к нему рука, к этому средству. Приятный аромат, да, он навязчивый, но аромат приятный. И вот как-то подходит, мне кажется, вообще для стирки любого белья, начиная с курток и заканчивая постельными комплектами, заканчивая детским бельем. Поэтому ласка, я просто поражена, девочки, именно вот эта вариация. И о ласке мне подсказали девочки в инстаграме, мои знакомые, поэтому, девчонки, вам привет. Выбрасываю вот такую вот упаковочку. Это у нас Pure Color, ложка внутри, кислородный пятновыводитель, который продается от X-Price. Я когда бываю в X-Price, я всегда набираю там бытовую химию, потому что она у нас всегда уходит. У нас большая семья, аж 4 человека, частенько гостит у нас в гостях моя сестра, и поэтому стирки всегда очень-очень много. Я бы не сказала, что это средство творит какие-то чудеса вообще с бельем, но я им пользовалась. То есть вкупы с каким-то гелем для стирки добавляла. Я не знаю, что было бы без этого средства, да, без этого порошочка. Но вот пользовалась и буду покупать дальше. Мне вообще показалось, что оно в своем составе содержит какие-то очень грубые абразивные структуры, типа песка, типа каких-то пластиковых гранул. То есть те гранулы, которые и отстирывают белье, не знаю, это у меня такое просто впечатление. Я решила эту емкость все-таки выкинуть, потому что, ну, хранила я в ней все, что можно было хранить, и потом решила, что надо уже обновляться. Так, вот такие ватные диски. Это у нас Мегапак, по-моему, Аура Классик покупала Фикс Прайс, если мне не изменяет моя память. Хорошие ватные диски, прошитые, бюджетные. И прощаюсь, но надо будет мне в следующих своих пустых баночках как-то фильтровать мои пустые банки, потому что обо всем и ни о чем, знаете. Добила я вот такой тоник для волос против выпадения волос, против облысения. Это тайская косметика, тайский уход. Джениф, по-моему, называется, девочки. Но если вы заинтересованы, если вы покупаете тайский уход, то вы поймете, о чем речь. Это средство шло в комплекте с шампунем для волос. Я не знаю, помогает это средство или нет. Я распыляла на корни волос перед мытьем, ходила где-то 2-2,5 часа, если позволяли обстоятельства, да. Я не знаю, что было бы без него, но у меня подшерстка на голове очень-очень много. Я сегодня долго лачила вообще свою голову, чтобы как-то скрыть вот этот пушок. У меня растет челка сама по себе, в общем, может быть, от этих средств, я не знаю. Я считаю, что если вы страдаете выпадением волос, видите, что появляются какие-то залысины, то вам на руку все средства от выпадения. Пользуйтесь, пробуйте все, потому что вроде эффекта нет, да, а потом бац, и такая грива на голове, да. Так, первая коробка готова. Беру вторую коробку, и я добила вот такой гель для стирки белых и светлых тканей. Это БИС, это средство, которое продается в Фикс Прайс. Вы знаете, поначалу я просто, извиняюсь за выражение, тащилась от этого средства. Я подумала, что это мое средство дешевое, которое я буду покупать всегда, и которое работает со всем бельем, которое подходит и для детского, и для взрослого белья. Но потом я начала понимать, что оно не отстирывает какие-то сложные пятна, даже после замачивания предварительного, застирывания мною. И я заметила, что оно серит, правильно я произношу или нет, белые ткани. Поэтому использовала на грязную какую-то одежду, на носки мужа, на трусы мужа. Опять утрирую, девчонки. Скажите, пожалуйста, вы стираете трусы мужа с его носками? Это, по-моему, прикол прошлого года ВКонтакте был. В общем-то, девочки многие соглашались, что да, они стирают трусы мужа с его носками. Ну, в общем, такими, наверное, средствами. В общем, глупости какие-то говорю. Девочки, очень уважаю вот такой вот бреф. Вот такие круглые штучки, помните, с хлорокомпонентом. И я считаю, что для унитазов лучше бреф. Еще ничего не придумали, я даже постепенно ухожу от Фоберлик и постепенно ухожу от Доместос. И компания Бреф для унитазов выпустила гели санитарные, представляете? Поэтому, девочки, кто пробовала, обязательно напишите. Средства не совсем бюджетные. Вообще, бреф не такой бюджетный, как остальные средства. Но мне так нравится бреф. Особенно их вот эти кубики для сливных бачков. Они, конечно, просто творят чудеса. Обожаю. Фоберлик, средство-чистящее для туалета. Это старушка такая, старая-старая-старая серия. Люблю. Действительно, средство работает, когда я наливаю его немножечко побольше в свой унитаз. Я же такая королева унитаза, так как меня называют девчонки. Но на самом деле я на негатив уже давно-давно не обращаю внимания. Просто вспоминаю как-то вот периодически, чтобы улыбнулся мой зритель. 500 миллилитров я покупаю сейчас с лимоном. И, в принципе, довольна, девочки. Обратите внимание. Влажные салфетки вот такие, которые продаются в магазине Spar для детей. Для пупок детских почему бы и нет. Девочки, тканевая маска для лица, чистая линия. Она, вы знаете, она мне так понравилась. Она действительно работает. Она, знаете, она успокаивает кожу. Она ее как-то возвращает к первозданному виду. То есть, если вы сегодня красились, потом скрабировались, потом, ну как-то вот, я имею в виду, снимали макияж, как-то потом использовали скраб. Вы видите, что ваша кожа какая-то такая, знаете, поюзанная, поношенная на лице. Вам нужно как-то ее восстановить. Как-то, знаете, немножечко ее успокоить. Чуть-чуть напитать. То вот эти маски, они просто творят чудеса. Я с масками хожу где-то по полтора, по два часа, если мне позволяет время. И я приучаю к маскам тканевым на своем лице своих сыновей. Так, выбрасываю зубную пасту Calgate Древние Секреты. Вот такой, забота о дезнах. Хорошая паста, но мне нравится их отбеливающая. Паста в такой же тубе, только отбеливающая. Буду покупать Calgate Семейные Секреты, Древние Секреты. Интересные вообще вот эти у них новинки. Бархатные ручки, антисептический гель для рук. В общем-то, лежал 500 тысяч лет у меня в сумочке. Девочки, я как врач вам советую, не заморачивайтесь в стерильности рук ваших детей, когда они гуляют на улице. Не нужно этими гелями обрабатывать фрукты. Там, я не знаю, поверьте, в них больше химии, нежели в них больше чистоты. Поэтому такой гель я выбрасываю. Здесь довольно-таки много продукта. Я не знаю, мне, по-моему, кто-то присылал это средство. И я против таких средств. Но вспомните свое детство. Мы ели грязные яблоки с деревьев. Мы пили воду всем табором, так скажем, на улице. Мы ели бутерброды по очереди. Мы играли в прятки. Мы валялись в пыли. Мы прятались где-то в подъездах пыльных, бросанных, извините меня за выражение, и были здоровыми, как слоны. А наши дети сейчас просто, знаете, как тепличные растения. И мы сами их превращаем просто в заранее больных людей без иммунитета. Вот такими всякими гелями. Девочки, сегодня добила вот такую масочку, маску-пленку, очищающую от компании Etude Organics. Это корейский производитель. Была как-то рассылка. Если вы смотрите мои влоги, то видели. Классное средство. Я пробовала маски-пленки от компании EVEN. Там совсем другой эффект. Вот абсолютно другой эффект. Все-таки корейцы в уходе вообще рулят. Идет Organics. Молодцы. И я думаю, что любая корейская маска-пленка будет творить чудеса с вашим лицом. Это, кстати, с яичным белком и витамином С. И я использовала все это дело, наверное, раз пять. Потом уже просто жирным слоем нанесла на лицо. Но уже столько средства не хранят у себя на зеркале, в ванной комнате. В общем, можно его и разрезать. И, видите, такая упаковочка а-ля майонезная. В общем, супер-супер-супер. Кожа очищается от ороговения. Это я заметила, особенно перед этими вот критическими женскими днями, когда тебя просто высыпает. Это я про себя, да? Мне нужно вот такое вот очищение в виде маски-пленки. Девочки, must-have, фавориты, бестсиллер от компании Fiberlic. Fiberlic от Наботаника. Маска для ног голубой, кипарис, лайм и масло карите. Это супер-средство. Это эталон крема для ног, такого питательного, который не пачкает постель, с которым на следующий день ножки увлажнены. Я имею в виду ступни, пальчики. Я использовала это средство на руки. Я не вижу в этом ничего зазорного. Вот супер! Я даже говорить ничего не буду. Попробуйте за 60 рублей что-то там восхвалять, петь оды, да? Это супер! Это классный аромат. Это моментальное, мгновенное и длительное увлажнение кожи. И для возрастной кожи просто вот такое средство. Для молодой кожи, допустим, шелушащейся, вот такое средство. Я не думаю, что у вас будет аллергия от этого крема. Оно просто суперское. Девочки, вот такая маска с улиткой. Snail Pure Natural Mask Sheet. Это корейский производитель. Очуменная. Просто обалденная. Она тонизирует кожу, она ее напитывает, подтягивает. Она формирует овал лица, если он потерян. И знаете, такой холеный вид моментально от этой маски. Корейцы, что вы делаете с нами? Девочки, а вы пользуетесь льдом косметическим для лица? У меня вот такой вот закончился. Это у нас Ice Cube с алоэ вера. Лед для лица – это must-have, девчонки. Обязательно пользуйтесь. У меня купероз очень сильный, но я себе все-таки позволяю, на лице я имею в виду, но я себе все-таки позволяю пользоваться льдом для лица. Знаете, такой эффект криошоковой терапии, когда лицо очень тусклое, когда видите, что есть предпосылки к мимике, да, то есть к мимическим морщинкам. Быстренько протерла, тем более здесь салоэ состав. И потом кожа как-то, знаете, она реанимируется, что ли, тонизируется. Очень-очень нравится. Вот такое детское мыло для стирки детского белья. Дом Фоберлик. Недавняя новинка Фоберлик. Девчонки, полная лажа. Мыло вот вообще не отстирывает ничего. Да прости от меня представители Фоберлик. Мне вот эта их новая детская линейка не очень сильно понравилась. Девочки-блогеры хвалят это мыло, но я вообще не вижу эффекта. Я замачиваю с ним детское белье. Я как-то стараюсь его использовать по полной программе, но эффекта я не вижу и брать тоже не буду. Еще вот такой мыльчик тоже. Пионы Лели. Это вообще такая прелесть. Это Фоберлик. Девочки, обязательно попробуйте. Вот такая сыворотка для лица. Биолиптинг. Нежный лен. Помните, я вам показывала эту сыворотку. Я говорила, что она творит чудеса с моей кожей. Да, компания Нежный Лен. Это натуральная косметика. Сыворотка идет для возраста 55+. Девочки выводят всю пигментацию с лица. Всю предпосылки пигментации. Сформировавшуюся пигментацию. Вообще-то средство творит чудеса. В нем одни экстракты, одни эфирные масла. Может быть, поэтому средство работает. И заказывала я его в эко-магазине «Твой путь», по-моему, да, эко-маркет. Ну, если вы за мной следите, вы знаете. И прям использовала по полной программе такой большой для меня объем. Здесь миллилитров 30, наверное, точно есть. Поэтому супер, 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 супер. Вот такой спрей для тела, увлажняющая вода, да, «Пион» и «Лили» от компании «Фаберлик». К сожалению, полупаковочки вылил ребенок на постельное белье. Как-то я застилала постель. Что могу сказать? Обожаю вот этих спреев. Я их наношу и на себя, когда чувствую какую-то сухость, допустим, ножек, голени, да. Я могу наносить этот спрей на себя, когда немножечко подзагарю, то есть после загара. Я наношу его в воздух, когда убираю, допустим, постель. Знаете, такой приятный аромат. И особенно вот этот запах «Пион» и «Лилия» – это действительно пион, обрамленный какой-то пыльцой, что ли. В общем, девочки, попробуйте, это очень бюджетно. «Вилента» – зеленый чай мята. Вот такая очередная тканевая маска какой-то у меня сегодня. Выпуск тканевых масок, так скажем, да. Что-то у меня уже рот не открывается. Маска охлаждающая, противовоспалительная, с эффектом лифтинга. Мне кажется, эта маска у меня просто очень долгое время пролежала. Я как-то не заметила ее эффекта. Вот этого охлаждения кожи я не заметила. И немножечко успокоила маска эту мою кожу лица. Ну, немножечко ее подпитала. Вот и все. Может быть, при систематическом уходе будет эффект. Я не знаю. Девочки, тоналку давайте я оставлю на потом. Лесной бальзам. Вот такой ополаскиватель для полости рта в виде гелевой такой водички. Очень ядреный ополаскиватель. Брала себе в перинатальный центр, когда рожала второго ребенка. И могу сказать, что, девочки, если вы страдаете запахом изо рта, если запах изо рта причиняет дискомфорт окружающим, если вам делают замечания, сходите к стоматологу. Не увлекайтесь такими ополаскивателями, потому что ополаскиватели для полости рта, это я вам как врач говорю, это палка о двух концах. Да, это хорошая антисептика для полости рта, но потом опять-опять возвращаются болезнетворные бактерии, потому что во рту всегда пища, всегда кусочки пищи, всегда какие-то остатки там, я не знаю. Мы же постоянно кушаем, что-то жуем, и я не знаю, вот этот бзик на ополаскивателе, это неправильно. Дело в том, что в ртовой полости всегда условно-патогенная флора, которая защищает нас от других каких-то ненужных бактерий, вирусов, грибов. И поэтому не злоупотребляйте, только в экстренных случаях, я вас умоляю. Я сейчас бальзамами пользуюсь, вот для полости рта пользуюсь очень редко, только когда у меня сильно кровят десна, когда я сама их там начищу, знаете, до ума помрачения. Ну что, надо, наверное, заканчивать, да, с пустыми баночками. Слушайте, я и половину вам не показала. Зубная паста сплат, вот такая вот отбеливающая, мягкое отбеливание, по-моему, да, безопасное отбеливание и защита эмали. Сплат люблю, я не говорю, что сплат творит чудеса с ротовой полостью, девочки. Если вы хотите чудес с зубами, посетите стоматолога, ни одна зубная паста не вернет вас в прошлое, я вас умоляю. Но неплохой уход за ротовой полостью, такая свежая, дополнительная. Сплат я люблю, беру, брала и буду брать. Девочки, маска-пленка от компании Avon, вот такая с огурцом и маслом чайного дерева. Вы знаете, масло чайного дерева на моем лице работает круто. Снимает воспаление, тонизирует, как-то я даже могу сказать, что выбеливает, что ли, мою кожу. Поэтому добила такую маску, я долго-долго ее добивала. Я не могу сказать, что я возьму именно такую маску-пленку от компании Avon, потому что корейцы в этом плане, наверное, получше. Но еще раз повторяю, что чайное дерево меня здесь подкупает. Возьму их умывашку обязательно, возьму их с крови для лица. Но маска мне надоела. Так-так-так-так-так, что тут интересного? Ну, тут детское средство, но вам, наверное, ничего не будет видно. Это La Roche-Posay с экопласт-крем с витамином В5 детский. Использовала, крутой. Он не перетруждает, он не перегружает, наверное, правильно сказать, детскую кожу. Работает очень деликатно именно для младенцев. Поэтому, если я пойду за третьим, я куплю такой крем в полной версии. Понравился. Так, что тут еще интересного? Еще масочка от компании Vellenta. Тканевая маска вот такая с кошечкой. Это у нас Pretty Kitty No Stress Effect. Понравилась. В отличие от черных их масок, черная вот эта маска, она какая-то более универсальная и более ни о чем. На мой взгляд, вот эти маски, они как-то, знаете, более фруктовые и более тонизирующие. Вот так вот, наверное, я правильно выразилась. Так, 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 так. Himalaya Herbal's. Вот такая вот зубная паста. Вы знаете, я когда чистила ей зубы, то мне казалось, что я еду где-то в электричке, потому что именно привкус такого машинного масла, что ли, во рту. В общем, какой-то кошмар. Вот такая мицеллярочка от EO Laboratories, в общем-то, такой travel формат. Ну, понравилась, но с каким-то водостойким макияжем не справляется. Концентрированные средства для мытья посуды. Дом, Фаберлик, лимон и мята. Я сижу на таких средствах уже, наверное, зимы, прямо на регулярной основе. Вчера Магнит Косметик видела Синергетика для мытья посуды по хорошей цене, но принципиально не взяла, потому что вот реально они экологичные, они экономичные, они бюджетные. И я их всегда развожу, я, наверное, тысячу раз уже говорила. Кондиционер для белья два в одном, вот такой, добила. Это у нас новинка Фаберлик. Я не могу сказать, что этот кондиционер меня вдохновил. Я уже говорила в своих заказах с компанией Фаберлик о том, что мне нравятся их старые версии, то есть с орхидеей, потом морской аромат. Ну, этот повторю, может быть, но как-то вот я даже не знаю, что сказать. Может быть, он мне приелся. Может быть, у меня на тот момент был в пользовании кондиционер от Ленор вот эта вот новинка с ядреным ароматом. Я просто перестала ощущать вот этот аромат, я не знаю. Девочки, давайте я покажу вам что-то по крупничку, чтобы у меня освободились немножечко коробки, потому что очень интересно здесь средства, знаете, скопились. Есть всякие сыворотки, допустим, от Эфраше, но я от них могу говорить бесконечно. Средства от компании Моя Солнышко с экстрактом ромашки, это жидкое мыло детское. Мы очень любим все, что связано с компанией Моя Солнышко. Нравится, что средства экономичные, бюджетные, и дети добавляют и в ванну, когда моются, и сами под душем, когда стоят, чего-то там нажимают. И младшие тоже, смотрю, нажимают, ну, бог с ними, пусть нажимают, пусть моются. И поэтому и сама тоже пользовалась, и муж пользовался этим мылом. В общем-то, никаких предреканий, никакой аллергии. Так, влажные салфетки Солнце и Луна вообще классные, девчонки. У них такой потрясающий, такой женственный, такой нежный аромат. Попробуйте, вот вспомните мои слова и просто попробуйте, просто понюхайте, как пахнут эти салфетки. И вы немножечко, наверное, со мной познакомитесь. Чай тут такой еще с манго, кертис. Люблю вот такие чаи именно от кертиса. Они, на мой взгляд, менее химические, что ли, хотя какие-то синтетические ароматизаторы в них есть. Пу-пу-пу-пу-пу-пу, девочки, девочки. Ну, давайте покажу еще пару-тройку средств. Суп-пюре грибной, это у нас компания Фаберлик. Я когда была беременна, я больше любила эти супы, я как-то больше находила в них вкуса, что ли. Я более яростно получала от них удовольствие, наверное, при их поедании. А сейчас просто, знаете, не знаю, такая приснятие, на мой взгляд. Но если бы я сейчас работала, то я бы назаказывала таких супчиков себе на перекус, на работу, потому что действительно для желудка это благодать. Так, 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 так. Муж добил вот такой Эйвен Альфа, это дезодорант, присылала Юлечка. Юль, тебе привет. И, конечно же, дети потеряли колпачок. Ну, как без этого? Когда мы пользуемся какими-то средствами, дети это все дело юзают. А потом, когда эти средства лежат в пустых баночках, средства юзаются детьми по второму кругу. Поэтому сохранить что-то тут очень проблематично. Вы знаете, очень экономичный и приятный аромат. Все-таки я ловлю себя на мысли на том, что в Эйвен мне ароматы в парфюмах и в уходах нравятся больше, нежели в Фаберлик. Девочки, добила я вот такой вот бальзам для волос. Это у нас дав тайского происхождения. То есть, когда будете в Тае, где-то в Азии, то обратите внимание на вот такие вот бальзамы на маске для волос. Это дав, только написано не по-нашему. Я привозила с отдыха тысячу, миллион тысяч лет назад. У них еще есть классная серия Сьез и классная серия Сансилк. Вот Сансилк мне нравился больше всего. Я, конечно, все запасы свои уже подзабила, подбила, да, связанные с Сансилк. Ну, в общем, отличный бальзам дав, и он работает как-то по-другому. Знаете, это чувство, когда моешь голову вот этим бальзамом, да, кончики волос, и потом чувствуешь, что твои руки тоже увлажнены. Вот знаете, после российского дав такого нет. В общем, все, девочки. Это были все мои пустые баночки на сегодня. Я уже и сама устала, и пойду уже попью кофейку, пока ребенок спит. Вот столько пустых баночек интересных осталось еще, поэтому оставайтесь со мной. Если будет много лайков, если будет много просмотров, если будет много комментариев и активности под этим роликом, то я обязательно прям непременно подряд сниму вторую серию пустых баночек, баночек, баночек. Но пока так, девчонки, поэтому не судите строго. Я надеюсь, что этим роликом я никого не обидела, никого не ущипнула, никого не укольнула. Обязательно оставляйте свои комментарии, и да, спасибо огромное, что оставались со мной, и пока-пока.